Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это четвёртая серия о чудесах в Сидмерс Цивилизейшн 5. Одна эпоха, одна серия и сегодня это Ренессанс, который почему-то в русской версии переведён как Новое Время. Ну, Возрождение, Ренессанс, Новое Время, всё на самом деле правильно, неважно. Давайте к чудесам перейдём и первым делом у нас Падающая Башня в Пизе. На самом деле это, пожалуй, самое популярное чудо в игре. Очень все его любят и все стремятся его построить. И здесь есть несколько факторов. Ну, давайте начну с того, что как выглядит Башня Пизы. Ну, её просто называют в игре Пиза, потому что Падающая Башня Пизы это долго. Произносить. Вот, вот она строится. Собственно, башня такая в лесах. Её довольно легко увидеть, когда её кто-то строит. И сразу понятно, что человек занялся её строительством. Почему она популярна? Ну, во-первых, очень классные бонусы даются. Один из лучших бонусов. Вообще, вначале я ещё помню, да, Brave New World в основном почему-то люди... Да я сам, чё я говорю, что люди не очень как-то обращали внимание на это чудо. В основном все пытались в ветке идти в архитектуру. Ну, естественно, ради фарфоровой пагоды. О чём дальше мы будем говорить? В фарфоровой башне. Но после Brave New World, во-первых, индустриализация более приоритетной стала. То есть, по вот этой ветке надо было идти. И тут в любом случае печатный пресс стоит открывать. А индустриализация из-за быстрой идеологии, естественно. Ну, и вообще, печатный пресс, именно открытие печатного пресса ещё приводило к старту мирового конгресса. И плюс к этому, кто первый вышел в печатный пресс, тому ещё и лишний делегат в мировом конгрессе доставался. То есть, по-хорошему, из средневековья самая выгодная технология – это именно печатный пресс. Если, конечно, у вас там нету гор рядом с городами тогда астрономия. Ну, тут можно долго, я вам не буду сейчас объяснять смысл открытия тех или иных технологий, на самом деле. То есть, просто в таком среднем случае, принтинг пресс, то есть печатный пресс – самый обычный выбор. И так как чаще всего именно печатный пресс открывают, то почему бы не построить ещё Пизанскую падающую башню? А кроме того, что это чудо по пути, так оно ещё очень классные бонусы даёт. Бесплатный человек великий появляется на ваш выбор. Обычно, опять же повторю, вы, естественно, пользуетесь своей тактикой, как вы играете, но обычно такая самая средняя тактика – это взять с Пизанской башни инженера и им построить фарфоровую пагоду. Если там у вас война подразумевается, то какое-нибудь военное чудо, ну или вообще генералок прям конкретно взять, что лучше всего будет, если у вас близко его нет. Но обычно вот инженера, чтобы взять им построить фарфоровую пагоду, брать учёного как бы не так прикольно, потому что, опять же, вы возьмёте инженера и им построите фарфоровую пагоду, которая вам и даст этого учёного. Самый крутой бонус – это не великий человек всё-таки, а то, что на 25% увеличивается генерация великих людей во всех городах вашей империи. Это, ну, прям очень классно. И дело даже не в том, что у вас может быть больше этих великих людей в итоге. Хотя, конечно, естественно, при долгой игре, скорее всего, у вас реально на 1-2 великих человека появится больше, чем у ваших соперников. А если вы играете за какую-нибудь Австрию, и у вас ещё город на реке, то есть у вас там и сады есть, и национальный эпос, и, ну, уникальное здание Австрии построено, кофейня, то у вас как пирожки просто эти великие люди. Так вот, главное здесь не столько, сколько их появится, а то, что, считайте, примерно на четверть убыстряется их появление. И особенно классно играть вот в Пизанскую башню тем людям, которые идут потом в идеологию свободы. Потому что там практически вся игра через специалистов. У вас будут все ячейки специалистов заняты. Плюс к этому у вас будут быстрее появляться великие люди от этих специалистов. Так вы ещё и возьмёте статую свободы. И в данном случае очень классно, что у вас раньше могут появиться учёные, которые вы сможете сжечь и выйти в эту статую свободы. Потому что явно, если мы говорим про мультиплеер, то вы явно не один захотите пойти в свободу. Но построив Пизанскую башню, вы сможете там быстрее взять учёных и быстрее прожечься в статую свободы, чтобы её построить. Потому что без статую свободы сама идеология свободы уже не такая классная штука. И при этом ещё и путь в печатный пресс, он как бы, ну, по-хорошему ни на что не отвлекает вас, ни от чего. Вы не сможете пропустить, что на вас нападут, потому что все военные юниты тут тоже рядом. Ведь вам в любом случае надо открыть физику, чтобы взять печатный пресс. И если там кто-то планирует на вас напасть, то открыть потом железо и порох, дело нескольких ходов, на самом деле. Там уже дальше пушки и прочее. Ну, всё равно следите, естественно. Да и то, скорее всего, если вы вышли в печатный пресс и строите Пизанскую башню, то вы первый по науке, потому что мало кто упустит возможность Пизанскую башню построить. Так что просто одно из самых лучших чудес в игре. Я, естественно, всегда стараюсь её построить, если есть такая возможность. И это чудо, которое работает на протяжении всей оставшейся игры. То есть вам даёт и сейчас бонус в виде великого человека, и потом этот бонус ещё накапливается в виде плюс 25% к генерации великих людей в ваших городах. Ну да, тут ещё плюс одна культура, но это, согласитесь, так. Просто приятный бонус. Тут, конечно, нету генерации очков великих людей, но тут Пизя это и не нужно, потому что тут идёт плюс генерации вообще всех великих людей в вашем городе. Вот даже давайте построим её, чтобы я вам покажу падающее. Я, конечно, не знаю, почему такие классные бонусы именно этому чуду. Хотя, казалось бы, ну, она же падает. Неправильно построили. Ну вот, создатели Цивы именно такие бонусы почему-то в игре Пизанской башни дали. Ну, раз мы начали говорить про фарфоровую пагоду, то давайте, собственно, к ней и перейдём. Выглядит она как пагода, как ни странно, когда её строят. Видите, такая белая, ну, очень узнаваемая, на самом деле, чудо во время строительства. Оно белое, в глаза бросается, выглядит так оригинально. То есть, она так, типа, строительство башни, но при этом ещё внизу пагода. Так что вы сразу увидите, если кто-то её начнёт строить. Хотя обычно в сетевых играх её строят инженером. То есть, грубо говоря, вы просто не заметите, что она у кого-то в строительстве. То есть, человек поставил на строительство, сразу использовал инженера, и вот она построена. Только если у вас сидит шпион в городе того человека, который её строит. Ну, бонусы у неё раньше казалось неплохие, но сейчас я бы не сказал, что это прям такое офигенное чудо. Но, в принципе, получить его неплохо. То есть, во-первых, оно даёт бесплатного великого учёного, сразу появляется. То есть, в принципе, если у вас есть желание куда-то быстро выйти, или, ну, вообще учёные никогда лишними не бывают, то почему бы его и не построить? Ну, кроме того, оно требует, это здание, рационализм, принятый рационализм. Но дело в том, что в сетевых играх, да, я думаю, и в играх с компьютером, практически все рационализм к моменту выхода... Точнее, он открывается только, когда вы в Ренессанс выходите, вот в новое время. Открывается рационализм, и практически все его точно принимают. Так что нельзя сказать, что прям вам что-то... какой-то... пойти на какие-то уступки придётся, чтобы принять рационализм. Нет, это практически обязательная социальная политика. Так что фарфоровую пагоду хотят построить все. Кроме великого учёного, она ещё даёт такой бонус, как 50%... на 50% больше отдача от научных договоров. Но тут проблема в том, что при... при том, что вы построите фарфоровую пагоду, вряд ли кто-то с вами в мультиплеере будет эти научные договора заключать. Ну, только если вы там сильно отстаёте, такое тоже бывает. Поэтому есть такая просто тактика, что вы выходите вот в Пизанскую башню, строите её, при этом накопите деньги, то есть желательно караваны отправить куда-нибудь к другим игрокам или в города-государства. И... то есть вы уже планируете выйти в фарфоровую пагоду, просто обычно все идут вот в индустриализацию напрямик, и они не открывают ни в акустику, ни в архитектуру, очень редко кто-то так идёт. Ну, а вы идёте в фарфоровую пагоду, и прежде чем её построить инженером, взятым с Пизанской башни, вы постараетесь со всеми игроками в игре заключить научные договора. Вы их заключаете, и тут строите фарфоровую пагоду. То есть она начинает действовать даже уже на заключённые договора до её строительства. И таким образом вы можете получить, собственно, очень неплохой... неплохую прибавку к науке через несколько ходов. Правда, при этом может так оказаться, что кому-то будет не жаль тех двухсот золотых, которые он на вас потратил, и он объявит вам войну, потому что при объявлении войны, соответственно, научные договора все разрываются. Но это, опять же, редко бывает, зато вы сможете науку получить. Но если вы с компьютером играете, то, конечно, компьютер вообще в этом плане дуб дубом. Никто с вами войну ради этого объявлять вам не будет. Ну и кроме всего этого, пагоды дают одну культуру в ход и два очка великих учёных. То есть это тоже неплохая прибавка к поздней игре, когда вам требуются учёные, чтобы быстрее открыть там икскомы, стелсы или какие-то части космического корабля. Но, в принципе, вот если я не иду вот прям конкретно на фарфоровую пагоду, чтобы вот у меня нет такой стратегии больше научных договоров и прочее, то чудо такое 50 на 50. Ну, есть возможность построить, почему нет? Прямо ради него я, конечно, идти и открывать не буду. В той же технологии, где и фарфоровая пагода, находится ещё одно чудо Тадж-Махал. Точнее, их тут ещё два чуда, но я пока о Тадж-Махале расскажу. Тадж-Махал неплох, если вам требуется Золотой век, просто потому что он даёт Золотой век. Неплох там для персов, например. Ну, вообще Золотой век даёт бонусы к культуре, к производству, так что лишним не будет никогда. Но, кстати, как вот он выглядит во время строительства? Вот он. Видите, такая, белый такой замок с заборчиком и со строительными лесами. Вот видите, значит, его кто-то строит. Кроме Золотого века, немногие помнят, что тут ещё даётся ещё 4 счастья. 4 счастья – это неплохой бонус, почему нет? Так что, если у вас в Империи проблемы с счастьем, то Тадж-Махал – очень неплохой выбор на данном этапе игры, потому что все чудеса со счастьем до этого, а именно, где тут Нотр-Дам и Чеченицы, уже построены. Ну, тут ещё в этой эре есть одно чудо с счастьем, но к немножко позже, тем более, что не каждый его сможет построить. Так что Тадж-Махал, опять же, 50 на 50, естественно, но здесь в более широком спектре есть возможность применения, в отличие от фарфоровой паготы. То есть и счастье на многое у вас влияет, и Золотой век никогда лишним не будет. Тем более, что он запускает более длинный Золотой век, чем великий художник. Так что выгоднее, например, его строить, чем надеяться на художников. Одно из лучших культурных чудес в игре – это Сикстинская капелла. Но тут есть некоторые шероховатости. Ну, что, во-первых, даёт? На 25% увеличивается культура во всех, во всех ваших городах. Ну, и при этом ещё два слота под работы великих художников. Ну, под картины, но это так, редко используется. Самое главное – плюс 25% культуры во всех ваших городах. Ну, и плюс одна культура – вход. Но проблема в том, что вы этим чудом свои проблемы с культурой, если они у вас есть, не решите. Потому что если у вас там, ну, не знаю, 12 культур и вход, то получить ещё плюс 4 культуры, ну, плюс 5 культур и вход – знаете, не очень прибавочка, честно скажу. А вот если у вас средняя культура, и вы хотите получить больше, и при этом не особо сильно тратиться, тем более, что в этой эре здания на культуру – это оперы у нас, а чтобы эти здания давали больше культуры, вам требуются великие музыканты, то ещё и гильдию музыкантов построить. Это всё не очень, честно говоря. Тем более ещё садить туда специалистов, двух человек. А вот Сикстинская капелла – 25%. То есть вот в данном случае, видите, у меня 100 культур. Ну, вот, конечно, это такой, это слишком крутые показатели. В реальной игре такого не будет. Это я вам специально, чтобы вам показать. Ну, смотрите, плюс 103, то есть я получу сразу, построив Сикстинскую капеллу, плюс 25 культуры в ход. По-моему, очень даже, нет, вру не 25. Видите, 84 я из городов, значит, я получу 21, плюс 21 культуру в ход. Это очень неплохо, очень неплохо. То есть сразу 1,5 от всей моей культуры прибавка, и следующая политика уже не через 10 ходов, а через 8 или через 7 ходов будет приниматься. Но, опять же, имейте в виду, это не абсолютное, а относительное. Не плюс 21, а плюс 25%. Поэтому, если у вас плохо с культурой, то Сикстинскую капеллу лучше не строить. Это лишнее вливание молотков. Оно не даст вам того бонуса, на который мы могли бы рассчитывать. Так что 50 на 50, если у вас есть культура, то построите, и у вас будет культура еще больше, больше социальных политик. Так быстрее вы их будете принимать и лучше развиваться. Ну, а выглядит при строительстве она вот так. Вот это зданице такое небольшое, без крыши. Плохо заметно, конечно, так что надо внимательно рассматривать у людей, которые строят чудеса. Вот если вы увидите такую, ну, города, если вы открыли города у соперников, внимательнее рассматривайте, потому что теряется в нагромождении других зданий. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. Еще одно культурное здание на этой стадии это Театр Глобус. Культурное чудо. Находится в той же технологии, что и Пизанская башня, поэтому на него мало кто обращает внимание, потому что все хотят построить Пизанскую башню и мало кто Театр Глобус. Ну и в принципе правильно, потому что дает не так уж много он бонусов. При строительстве Театра Глобус появляется один бесплатный великий писатель рядом с городом, где он построен. И появляется два слота под великие работы письменников, что-то мне хочется по-белорусски сказать. Под великие писательские работы. Ну и две культуры вход. На самом деле бесплатный, ну по-хорошему, грубо говоря, нам просто дают одного бесплатного писателя. Конечно, штука неплохая, но ради этого строить чудо, которое стоит, ну, очень больших трудозатрат. То есть, как видите, по затратам и Пизанская башня, и Театр Глобус одинаково 335 молотков стоит. И тратить их на одного писателя никому в голову не придет. Поэтому я это чудо строю когда-нибудь очень поздно, когда просто строить нечего. И даже просто ради культуры оно не особо классное. Поэтому лично я не рекомендую на него особо внимания обращать. Да, если требуется внезапно, быстро принять какую-то социальную политику, то есть сжечь писателя, когда он появится, то имеет смысл. Но вот на этом этапе игры это случается настолько редко, что как-то советовать быстро строить великий театр, Театр Глобус не стоит. Но вот видите, как он выглядит при строительстве, такой круглый, собственно, как и Театр Глобус в реальной жизни. Если требуется вдруг писатель, то построите. Но не стоит с этим спешить, потому что это чудо мало кто пытается построить. И еще одно культурное чудо – Уфицы, галерея Уфицы. Если я ничего не путаю, по-моему, эта галерея в Милане находится. А, во Флоренции, извините, да, во Флоренции. Примерно та же фигня, что и великий театр Глобус. Ну, не в реальной жизни, а именно в игре. Если театр Глобус дает одного великого писателя, то Уфицы дает одного великого художника. Что лучше, великий художник или великий писатель, я предпочитаю ставить решать вам, потому что в разных ситуациях они по-разному действуют. Да, конечно, великий художник запускает золотой век. И, в принципе, там и культуры сразу больше, и производство. Но иногда и великий писатель требуется. В любом случае, смысл примерно такой же, как и прошлое чудо. Причем еще Уфицы стоит дороже. И, кстати, оно в той же технологии, где и Тадж-Махал, где фарфоровая пагода. Так что они особо на Уфицы не обращают внимания. Тем более, что для его строительства еще эстетику надо принять. То есть, прям все против этого чуда, чтобы вы его не строили. Откровенно, не самое сильное чудо. Требует еще принятия определенной социальной политики. Если вы пытаетесь победить туризмом, то, конечно, это чудо вам необходимо. Но это настолько редко бывает, что откровенно просто нет. Просто не самое нужное чудо. При строительстве Уфицы вот так вот выглядит галерея Уфицы. Но я не думаю, что стоит вам запоминать. Я о себе не представляю, честно говоря, ситуации, при которой вы бы с кем-то спорили за строительство этого чуда. А вот еще одно чудо, которое требует принятия определенной политики. И очень часто ради этого чуда игроки таки эту политику принимают. А именно запретный город. Запретный город требует принятия патронажа. Не знаю, кстати, как по-русски переводится. И самое важное, что он дает, это два дополнительных голоса в Конгрессе. Если вы играете дуэль, то это вообще строго обязательное чудо. Прям в дуэли даже иногда люди, вместо того, чтобы идти в печатный пресс за Пизой, идут в банковское дело, чтобы запретный город построить. Ну, не знаю, что из этого лучше, конечно, но очень неприятно, когда в дуэли у соперника голосов больше, чем у вас. И он постоянно этим пользуется. Перекупить сложно. То есть вам надо все города-государства союзить, а в дуэли их, напомню, четыре. Не больше четырех обычно. Ну, опять же, смотря на какой карте играете, но на дуэльной карте их не больше четырех. Запретный город дает сразу два голоса. Это серьезная такая прибавка. И не знаю, до какой эры у соперника точно будут преобладать эти голоса. Ну, наверное, даже до новейшей, если не до атомной эры. Более того, он благодаря этим голосам сможет и свою религию протолкнуть, и свою идеологию протолкнуть. То есть будет и все больше и больше у него голосов. И с этим начинаются проблемы. В ФФА, конечно, это не так круто, но в принципе для игроков, играющих через союз с городами-государствами, лишние два голоса тоже не помешают. Никогда не помешают. Но, кроме этого, есть у запретного дворца еще бонус на счастье. Вот многие не очень понимают, что это за бонус. Видите, минус 10% несчастья от жителей неоккупированных городов. То есть неоккупированные города – это ваши личные города. А жители… То есть, понимаете, несчастье есть от количества городов, потому что каждый город – это минус 4 несчастья. Так вот на это запретный город не влияет. А вот смотрите, вот если вы наведете на количество… Ну, на счастье-несчастье… Вообще тут на любое можно навести, и тут будет вам информация, если вы не знали. Так вот, если вы наведете на вот эту рожицу счастливую и несчастливую, то вы внизу увидите, сколько всего несчастья и от чего оно дается. Так вот, от жителей идет 32,3 несчастья. То есть при строительстве запретного дворца вы снизите это несчастье на 3. Всего лишь на 3, потому что 10%. То есть не самый лучший способ избавиться от несчастья. Но как бонус к возможностям запретного дворца, почему нет? Почему нет? Ну, от 3… Ну, в данном случае 3. На самом деле я тут слишком круто развит для этого момента. Естественно, там, скорее всего, меньше будет у вас несчастья. Но опять же, у вас города будут расти, 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 и это несчастье тоже эти 10% будет работать, будет снижаться это несчастье от жителей в неоккупированных городах. Ну и, кроме того, плюс одна культура вход – это такая обычная прибавка от любого чуда, практически от всех чудес в этой игре. Ну и как выглядит запретный город при строительстве? Давайте глянем. А выглядит он вот так. Вот видите, такая белая площадка и красный на нем дворец. Ну, естественно, все чудеса в игре старались сделать похожими на их реальные прототипы. И если вы бывали в Пекине, то могли видеть, что запретный город, вот площадь Тяньанмэнь, по-моему, перед запретным городом, вот так, собственно, и выглядит. Но это не площадь Тяньанмэнь, это, конечно, внутри уже запретного города, но и так все стилизовано. Так что, если кто-то строит запретный город, вы сможете его увидеть вот по такой пиктограмме рядом с городом. Ну и в конце этой серии два военных чуда. Во-первых, это замок Химедзи. Японское чудо, пришедшее к нам в игру. Почитайте, кстати, я вам рекомендую о том, как он делался, создавался, зачем и для чего, и как он потом использовался. Но в игре он в военной ветке, то есть если вы идете по нижней ветке, там, например, во рту пытаетесь выйти, то у вас будет два чуда. Замок Химедзи и Красный Форд. В принципе, кстати, логично их тут размещать, по-моему, все очень так сбалансировано. Так вот, из этих двух, мне кажется, Красный Форд все-таки покруче, чем Замок Химедзи. Замок Химедзи дает плюс 15% к силе вашим юнитам, если они сражаются на своей территории. Как он к этим действует, думаю, многие спросят, вот если я артой обстреливаю соперника на его территории. Ну, я замечал, что главное, что ваша арта стоит на вашей территории. Кого вы там обстреливаете, в каком месте уже пофигу. Если ваш юнит находится на вашей территории, то, соответственно, его атака на чужой будет все равно вот этот плюс к вам идти. Но, в принципе, все равно это защитное такое чудо, скорее. То есть, если вы боитесь, что на вас пойдут, то плюс 15% бонус, конечно, неплохой. То есть, это как генерал рядом. Но в ту эпоху, когда появляется Замок Химедзи, не очень много, на самом деле, это дает. То есть, все-таки вам надо иметь хорошую армию. Вот если у вас равна армия с соперником, ну, как, более-менее рядышком, да, и он на вас нападает, то Замок Химедзи очень неплохо поможет отбиться. Потому что плюс 15% это хороший бонус. Но надеяться прямо как на панацею на него не стоит. Так что 50 на 50. Я бы в данном случае лучше посоветовал 335 молотков потратить на строительство хотя бы трех мушкетменов, или сколько вот, ну, два с половиной улана. И это, по-моему, будет лучше, чем Замок Химедзи. Красный Форд же, конечно, покруче, потому что он увеличивает на 25% эффективность ваших защитных сооружений. Что значит эффективность защитных сооружений? Давайте вот глянем стены, например. Стена, защита плюс 5, хитпоинты в плюс 50. То есть, в данном случае будет и больше хитпоинтов, то есть, не 75, а 25, плюс 12 хитпоинтов, и защита плюс 7 станет. То есть, если в городах у вас стоят стены, дальше замки, но Арсенал чуть позже появляется, но вместе, видите, с Красным Фортом и Арсенал, то, и еще Красный Форд, то эти города очень тяжело берутся. Артой, конечно, берутся, но очень много потребуется арты реально. И вообще тяжелые города для взятия. Но это действительно надо конкретно идти в то, чтобы строить эти защитные здания. И давайте глянем, собственно, как выглядят. Ну, я так, знаете, уже перескакиваю. Ну, я решил сразу про два этих чуда вместе рассказать. Ну, вот Красный Форд. Раньше, кстати... Да и что, раньше. И сейчас, по-моему, у индусов уникальное здание. Красный Форд тоже. То есть, это индусская, как бы, штука. Давайте глянем, вот, Индии, да. Мугал Форд, это тоже тот же самый Красный Форд, на самом деле. И этот же Красный Форд у нас в чудесах находится. Ну, вот, представительство, он вот так вот выглядит, очень узнаваемый. Так что, если вы собираетесь на соперника какого-то нападать, и видите, что он его строит, то желательно ему в этом помешать. А замок Химедзи, вот он. Но, к сожалению, видите, не очень он различим, на самом деле. И не очень хорошо видно. И даже в игре, когда вы играете, то есть, вам не будет достаточно видно для того, чтобы разобрать, строит соперник Химедзи или нет. Ну, я не считаю, что, опять же, это то чудо, за которым кто-то с кем-то будет на перегонки бегать. И даже если вы на соперника собираетесь нападать, и боитесь, что он построит Химедзи, ну, не то чудо, в общем. Ну, на этом все. Мы чудеса Ренессанса разобрали. Самая большая серия, потому что 9 чудес. Дальше будет меньше. Как всегда, поправки, комментарии приветствуются. Если я что-то неправильно сказал, то поправляйте. Только так мы достигнем совершенства. На этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok